Правительство области Российской железной дороги подписали соглашение сотрудничества. Оно рассчитано на три года и включает в себя несколько направлений проектов. Подробнее Андрей Дозорцев. Многолетний партнер, один из крупных работодателей и налогоплательщиков Кировской области. Так охарактеризовал компанию Российской железной дороги губернатор Никита Белых. У региона с РЖД сложилось давнее взаимодействие и не только в сфере обеспечения железнодорожных перевозок. Много-много других направлений, которые осуществляются, и я с удовлетворением хочу сказать, успешно осуществляются. Железные дороги – это крупный инвестор в регионе. В области открываются новые вокзалы или ремонтируются старые. За один след деятельности РЖД на полигоне Горьковской железной дороги выполнена реконструкция пяти мостов, в том числе в Вятскополянском районе, на общую сумму почти 14 миллиардов рублей. Общий объем инвестиций в развитие железнодорожной инфраструктуры и объектов пассажирского комплекса на полигоне дороги за последние 11 лет составили более 150 миллиардов рублей. РЖД планирует реализовать в регионе и новые инвестиционные проекты. Рассмотрели вопрос и взяли время на обдувание по станции Фаленки сделать совмещенный автор-железнодорожный вокзал. Безусловно, это дальнейшее обновление инфраструктуры железнодорожного транспорта, железнодорожных путей. Еще один проект, который находится в стадии обсуждения, касается развития Кировского аэропорта. Увеличение пассажиропотоков Победилова требует альтернативного сообщения с городом. Такой транспортной артерией может стать железная дорога. Там создание, значит, варианта электричек, которые будут доставлять пассажиров в аэропорт и из аэропорта в город. Для этого надо будет провести определенную проектную работу и организационную. Я думаю, что этот проект, который тоже мы сможем реализовать в качестве такого важного для развития вообще всей транспортной инфраструктуры Кировской области. Все планы совместной работы региона и компании РЖД были включены в техсоглашение о сотрудничестве. Он рассчитан на ближайшие три года. Подписание документа совпало с проведением в правительстве области Дня российских железных дорог. Андрей Дозорцев, Максим Кослов, Вести, Киров.